С вами Азбука Инвесторы, я Мариана Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – Додзи. Японские свечи – самый древний из известных методов технического анализа. Он появился в 18 веке в Японии для прогнозирования будущей цены риса нового урожая. В 80-е годы нашего столетия с бурным ростом срочного биржевого рынка фьючерсов и опционов этот метод обрел вторую молодость. Самым важным при анализе японских свечей является цена закрытия. Именно этот показатель ставит точку в споре быков и медведей. Поэтому форма свечи приобретает смысл исключительно после закрытия торговой сессии. Если же силы участников торгов окажутся равны и явного победителя определить не удастся, то появляется такая важная и сильная свеча, как Додзи. Итак, Додзи – это свеча, у которой цены открытия и закрытия совпадают или очень близки по значению. В итоге тело свечи сливается в горизонтальную черту, и на графике появляется фигура, внешне напоминающая крест. Вот как формируется один из самых ярких представителей из разряда свечей Додзи – Рикша. Выше и ниже его тела располагаются длинные тени примерно равной величины, размер которых указывает на силу внутри дневного сражения. Чем они длиннее, тем жарче была битва между быками и медведями. Одна из этих свеч формировалась следующим образом. Первый мощный удар нанесли быки. Размер строящейся белой свечи указывал на серьезность их намерений. Но тут в контратаку перешли медведи и отбросили быков в точку начала дня. И более того, сами попытались прорваться на чужую территорию. Впрочем, их тоже постигла неудача. В итоге битва закончилась в ничью. После такого Додзи следует ожидать мощного движения вверх либо вниз. Вообще, Додзи представляет собой ярко выраженный сигнал изменения тенденции. Но его появление на графиках цены не является сигналом для немедленного открытия позиций. Требуется подтверждение. Необходимо, чтобы рынок четко демонстрировал свои намерения. Впрочем, если на графике Додзи встречаются часто, то они теряют свою значимость. Именно поэтому свечной анализ лучше всего использовать при анализе графиков масштаба не ниже часового. Чем выше масштаб, тем выше достоверность свечных сигналов. Додзи известны своей способностью указывать на вершину рынка. Особенно это характерно для тех Додзи, которые появляются после двинной белой свечи при восходящей тенденции. Поэтому считается, что значимость этого вида подсвечников на вершине рынка значительно выше, чем в его основании. Наш эксперт Николай Салабута, портельный менеджер инвестиционной компании «Финам». Николай, а на чем строится анализ японских свечей? Анализ свечей строится на следующих трех принципах. Первый. Сила отрицания. То есть, если рынок не пошел в ожидаемое направление, то тем вероятнее он пойдет в противоположном. А много классических комбинаций свечей строится именно на подобном принципе. Но при этом обязательно и его практическое подтверждение на следующей свече. Второй принцип. Сила тела. Чем длиннее тело, тем сильнее желание идти в выбранном направлении. Для белой свечи идти вверх, для черной вниз. И третий. Сила тени. Чем короче тень с какой-либо стороны, тем больше возможности для продолжения движения именно в эту сторону. Комбинация этих принципов дает возможность самостоятельно вывести не один закон анализа японских свечей. А какие бывают разновидности додзи? Есть простой доджи. У него равны или почти равны цены открытия и закрытия. Есть длинноногий доджи. Он отличен от простого одной или обеими длинными тенями. Это обычно трактуется как неуверенность рынка в выбранном каком-либо направлении движения. Если цена закрытия и открытия находится в центре свечи, то такой доджи называется рикшей. Если рикша появляется на сильном тренде, то это сильный разворотный сигнал. И есть еще доджи надгробия. Его нижняя тень или очень короткая, или вообще отсутствует. А цены открытия и закрытия находятся на минимуме. Доджи надгробия обычно являются медвежьей свечой, особенно важной в периоды бычьего тренда. Чем длиннее верхняя тень, тем сильнее сигнал, который подает эта свеча. А все остальные свечи являются своеобразным видоизменением всех этих фигур. За счет удлинения или укорачивания тел и теней. Николай, а что вы рекомендуете начинающим инвесторам применительно к этому виду японских свечей? Рекомендую воздержаться от совершения сделок с использованием доджи. Так как каждый может рассматривать рынок по-своему. То есть исходя из своих ожиданий. В данном случае непонятно, где выходить, если наши передпосылки не исполнятся. Доджи говорит внимательному инвестору, что силы противоборствующих на рынке сторон равны. И несмотря на все их усилия, дневное движение закончилось там же, где и началось. То есть рынок застыл в нерешительности. Слово «доджи», кстати, переводится с японского как «неумелость». Но не получилось у котировок никуда шагнуть. Теперь игрокам надо немного осмотреться по сторонам и уж потом решать, что делать дальше. Доджи – очень сильный вид свечей, способный многое сказать опытному инвестору. Многие аналитические модели, основанные на японских подсвечниках, считают его своеобразным катализатором, появление которого многократно усиливает подаваемые сигналы. С вами была Мариана Минскер, спонсор и показа «Заофинам» и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу БКС. Удачных вам инвестиций и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин